Поднять уровень понимания вещей в жизни, углубить понимание, что такое жизнь. Потому что, по моему глубокому убеждению, углубление понимания жизни решает все проблемы сразу. И мы будем как раз с вами на эту тему говорить, потому что то, что я изучал Игоря Толстого, и считаю, что те произведения, которые наиболее известны, такие как «Война и мир», по оценке самого Ильва Толстого, не являются главными в его жизни. То есть он в конце своей жизни очень большое внимание уделял духовному развитию. И он, например, перевёл на русский язык первый раз, первый издал трактат, древний ведический трактат, который называется «Тиру Курау». Я по нему дал уже много лекций. Это интересное произведение, которое учит правилам жизни человека. Вот это вот его произведение, оно для меня очень является ценным, который мы сейчас будем изучать, потому что это произведение объединяет людей вокруг духовного самосовершенствования, работы над собой. Следует понять, что сейчас, в наше время, часто люди, верующий человек, воспринимают как дикий человек, человек, который воюет с другими, противоставляет свою точку зрения всему обществу. И по факту причиной того является незрелая проповедь, которую осуществляют проповедники разных духовных традиций, в том числе и в моей такой присутствует. То есть идея в чём заключается? В том, что часто показывается, что моя духовная традиция не то, что является совершенной, это само собой, она является единственной правильной, а всё остальное является по факту Богу неугодным действием. То есть все остальные традиции духовные, они неугодны Богу. И поэтому, соответственно, они все приводят к демонизму, к мракобесию и так далее, как говорится. И кто такой Лев Толстой? Это удивительная личность, которая просто в одной книжке своей, вот этой мысли на каждый день, объединил все веры в одно целое. Потому что в его высказаниях здесь есть Евангелие, есть Талмуд, есть Тора, есть буддистские какие-то трактаты, есть ведические трактаты и так далее. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что этот человек доказал всему миру в своём произведении, что главное — это идти к Богу, и каждый человек выбирает свою дорогу. И когда мы так воспринимаем жизнь, вот именно так, что мы все вместе, что мы объединены просто этим пониманием, что нам надо развивать себя как Личность, идти в глубину своих отношений с этим миром, то тогда в этом мире не будет распри, злоба и войн. Потому что если взять все основные войны, которые были такие глобальные, они все были на основе веры. Даже если взять, допустим, Гитлер и Сталин, это тоже вопрос веры был, идеологическая война. Также и другие, все всякие инквизиции, крестовые походы и так далее, всё это было основано на вере. И поэтому очень важно нам изучать, как правильно относиться к этим миром, и как относиться вообще к себе как к Личности, для чего мы живём. Сейчас на себя эту роль взяли психологи. Но часто бывает так, что психологи не понимают, что само слово «психология»… «Психосность» означает «душа», «логос» означает «наука». То есть психология означает «наука о душе», по факту. Но часто психологи ничего вообще не говорят о душе. Они не говорят о внутренней жизни человека. В основном основываются свои деятельности на поведении. То есть они изучают поведение и на основе этого изучения делают выводы, как лучше себя вести. Но по сути поведение человека, оно основывается на его восприятии мира. То есть знание о том, что такое жизнь, где счастье находится, оно рождает определённое поведение. Вот о том, где счастье рождает этот день. И в целом, смотрите, есть здесь два восприятия. Очень просто всё. Первое восприятие. Надо сделать так, чтобы люди относились ко мне хорошо. И тогда я буду счастлив или счастлив. И большинство людей этим занимаются всю жизнь. То есть они пытаются воспитывать детей, пытаются воспитывать мужа, пытаются на работе как-то объяснить, как со мной себя надо вести, всем остальным. И интересно, что все священные писания в один голос говорят, что такое поведение является патовым. Оно приводит к полному разрушению судьбы. То есть это вообще не путь, который человек должен выбрать в своей жизни. Я вам вкратце сейчас могу объяснить путь. Очень просто. Смотрите. Первое. Надо понять, что этот мир не является комбинацией случайных каких-то элементов. Этот мир очень глубоко закономерен и гармоничен. И я здесь нахожусь в этом месте в это время не случайно. Не случайно. Это первое, что надо понять. Что муж, который мне дан, жена, которая мне дана, это не случайные люди рядом со мной. Это большинство людей считают, что мне не повезло, если у них трудности какие-то возникают, мне не повезло, потому что должно быть всё по-другому. Должно быть вот так, раз-раз, и всё нормально. А вот всё не так оказывается. Есть дальше следующий момент. Этот мир не случайен. Не случайен. Это не случайен. Это значит, что я здесь нахожусь в вполне закономерной ситуации своей судьбы. Первое, что человек должен сделать, он должен принять ситуацию своей судьбы. Принять. А это самое сложное. Потому что принятие означает, что я совсем согласен. Вот по отношению ко мне, что происходит, я совсем согласен. Я ещё не знаю, почему так вообще, почему вот так всё происходит по отношению ко мне. Но я совсем согласен. Я многие в глазах вижу. Нет, я не согласен. Я не согласен. Если мир закономерен, тогда я согласен. Если я не согласен, значит, всё здесь несправедливо, я буду сражаться за это. Это означает сражаться с Богом, по факту. Потому что или мы считаем, что здесь нет Бога, и поэтому я просто, кто сильнее, тот победил. Или второй вариант, мы считаем, что есть Бог, и тогда я со всем согласен, и я принимаю то, что происходит, но не согласен с тем, чтобы страдать. Я не хочу страдать, это естественно для каждого человека. Но когда человек просто принимает свою судьбу, он уже сразу, ему легче становится. Просто от этого факта легче. Но принять судьбу непросто, для этого нужно знание иметь. Знание о том, что это правильно. И вот все священные писания, они как раз это знание дают. Дают знание о том, что это правильно. Сначала первый шаг принятия судьбы. Второй шаг — это совершение действий, которые меняют судьбу действий. По факту эти действия совершаются внутри человека. И это объясняет, что есть два типа действий. Есть действие внешнее, действие внутреннее. Внутренние действия совершаются внутри мыслей человека. Вот сейчас, слушаете лекцию, совершаются два типа действий. Один тип действий — вы слышите мой голос, смотрите на меня. Второй тип действий — у вас внутри система определённая работает. Кто это такой? Кто это такой? Кто это такой? Правда-неправда, правда-неправда, правда-неправда. И вы сканируете человека таким образом. Таким образом, если я говорю что-то не так, неправду от себя, вы сразу — оп! — врёт. То есть два типа действий. Одно действие внутреннее, оно является главным, как ни странно. Допустим, девушка выбирает себе мужчину. Он поёт ей песни какие-то, меморандумы. Они приятные на слух, но жить ей не с меморандумами придётся, а с человеком. Поэтому она внутри думает, правда-неправда, правда-неправда, правда-неправда. «Кто такой? Кто такой?» Начинает спрашивать всех вокруг. «Я непрекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка». Ну то есть человек предлагает себя как душу, что «я хороший человек». Но проблема заключается в том, что когда мы начинаем вместе жить, то судьба ставит нас такие условия, что вот это чувство, что «я хороший человек», может закончиться в какой-то момент у моего близкого человека. Что такое внутренняя жизнь? Это когда человек внутри себя определённое настроение вызывает, которое даёт ему возможность установить правильные отношения в сердцах опять. И смотрите, здесь есть два подхода. «Ты установи со мной правильные отношения в сердцах, тогда бы они будут правильные». Второй подход. «Я устанавливаю правильные отношения в своём сердце». Как Марк Берне споёт в своей песне. «И я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе». Понимаете? То есть он поёт таким образом, что это его победа, понимаете? Потому что улыбаться не хочется в таких случаях, когда тебе делают больно. А хочется, наоборот, кольнуть посильнее, чтобы такое сделать. То же самое я вот сижу, допустим, в этом зале и вижу, что одни люди счастливы у меня видеть, другие присматриваются. Как я первый раз, когда в Киеве читал лекцию, первый раз это было лет 12, наверное, назад. Я увидел, что весь зал, все смотрят на меня вот так. Сбоку, вот так, в одну сторону голову повернули, вот так. Наискосочек так, чуть-чуть. И у меня было два варианта начать ругаться. «Я хороший, почему вы меня не любите?» Или второй вариант, а хоть это больно, что мне кто-то не доверяет, всегда больно, принять право людей на то, чтобы они не доверяли. Видите, у каждого человека, даже у близкого человека, есть право нас не любить. Есть право нас не любить. Но мы не хотим это право принимать, потому что у нас нет силы это терпеть. Теперь сразу возникает вопрос, а где взять эти силы? И здесь есть два ответа всего. Первый ответ изнутри, означает верить в себя. Я всё смогу, я клятвы не нарушу. Вот. И второй ответ — это верить в того, кто даст силы. Бессознательно есть осознанная позиция человека в жизни, всегда есть бессознательная. Бессознательная позиция — это всегда верить только в себя. Только в себя. Даже маленький ребёнок, который кричит, чтобы мама и взяла его в руки, он верит в себя. Если бы он верил в маму, он бы не кричал. Лежал спокойно, он знает, что мама возьмёт. Но он орёт, как бешеный. Почему? Потому что он верит, что только его действие поможет решить ситуацию, его незащищённость. Понимаете? Это бессознательная позиция у каждого из нас есть. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Да? Ну, то есть вера в себя, она в конечном счёте к чему приводит? К тому, что человек начинает, остаётся один. Потому что, когда трудности наступают в жизни, человек не чувствует, что кто-то может ему помочь. у него нет сил. И всё рушится закономерно. И у него нет силы, он верит, что теперь видит, что ничего не получается, и жизнь рушится. И на самом деле проблема только одна. У него нет правильного способа получать силы. Он всегда их получает только изнутри. Мы звоним, как, алло, как дела? Хорошо. А у тебя тоже хорошо. Хорошо означает, силы есть, справляюсь, выкручиваюсь и так далее. Второй вариант. Я звоню, как дела? Хреново. Это означает, что сил нет. Вот и всё. Но человек, который знает, откуда брать силы, у него никогда не бывает плохо в жизни. У него всегда бывает только хорошо. Почему? Потому что он просто больше уделяет времени внутренней жизни или меньше. В зависимости от того, сколько нужно сил для решения проблем. Внутренних сил. Потому что проблема решается тремя этапами. Первый этап. Я успокоилась, означает, приняла судьбу. Второй этап. Я уже могу вступать в контакт с проблемой, то есть думать о ней, решать её. Третий этап. Она становится слабее. И всё это происходит на тонком плане, на психическом плане сначала. Потому что потом она уже на грубом плане становится слабее, когда я уже тонкий план решил. Потому что все проблемы возникают через живые существа в этом мире. Все абсолютно проблемы. Даже если змея хочет тебя укусить, это тоже живое существо. Даже если землетрясение должно начаться на земле, в этом месте, где я живу, это тоже живые существа, высшую природу, которую имеют. Понимаете? Это всё организовывается высшими силами. И если я устанавливаю отношения с этим миром, я почувствую проблему. А если я не устанавливаю отношения с этим миром, я нахожусь в позиции войны с этим миром из глухой защиты, потому что я верю в себя, тогда я не смогу понять, что происходит. Видите, вся проблема, которая существует в нашей жизни, это проблема знания о том, что происходит. Большинство людей находятся в очень жёстком контакте с тем, что происходит сейчас вовне и живут этой жизнью. Очень жёсткий контакт. Означает, нет времени подумать о том, что у меня внутри. То есть я постоянно зарабатываю деньги, обучаюсь, выживаю, взаимодействие с семьёй, с детьми и всё прочее. Я живу вот этим. Все священные подписания говорят, что такая жизнь — это невежественное существование, полное невежество. Даже если ты доктор наук, или ты директор фирмы, всё что угодно, кто угодно бы ты ни был, если ты не понимаешь, что жизнь формируется внутри сначала, а вовне потом результат этой жизни происходит, тогда ты неосознанная Личность. И когда у тебя наступают трудности, ты ничего не сможешь с этим сделать, ты не сможешь победить судьбу. Ты сможешь просто принять то, что тебе она даст, и всё. Вот, допустим, человек идёт сражаться, битва у нас происходит, да? Если у нас армия сильная, мы чувствуем, что победим, нас много и мало, здесь ведь проблем нет, так? Ну, любой нормальный воин пойдёт там и сражаться будет. Вот когда проблемы начинаются? Когда нас мало, их много. Когда нам трудно, им легко. Тогда проблемы, и они ещё раньше начинаются, чем битва началась. И вот что в этой ситуации делать? Два варианта — или драпануть, или начать внутреннюю жизнь. потому что как такой человек готовится к битве, когда он знает, что ему нелегко будет? Это ведь битва начинается сначала в сердце. Понимаете, здесь два варианта. Я смогу, я смогу, я смогу. И это «я», оно быстро гаснет, и потом тю-тю, ты уже не сможешь. Или второй вариант — подключиться к какому-то источнику силы, который не кончается никогда. Знаете, моя научная работа называется «Позитивное мотивирование». То есть позитивное мотивирование означает, я ищу этот источник позитивный, а дальше интересная строчка — на высшие гуманитарные ценности. То есть на что позитивное мотивирование? На святых людей, на Личность, на тех, кто действительно может мне помочь. И согласно всем священным писаниям, связь между людьми находится на тонком плане, на психическом плане. Эта связь называется вера. Вера — это не то, что там дядя, как какой-то дедушка на небе сидит, я его называю Богом, я в него верю. Отношения с высшей силой с Господом начинают через людей. То есть носители веры — это люди. Если ты веришь в этих людей, ты получаешь веру. Вера — это не что-то такое заоблачное, понимаете? Это то, что связано с нами. Очень практичная вещь. Или человек верит в себя, или он верит в силу, которая ему способна помочь. Эта сила на осознанном уровне действует или на бессознательном? На осознанном уровне как она действует? Я знаю, что исходит от Бога всё. Я уже это понял, я изучал это серьёзно. Вторая — бессознательная вера. Человек кое-что понял в своей жизни, и он в это верит. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня тёмной ночью спасает». Я изучал ведические писания серьёзно, и там нашёл одну строчку, что если женщина верит очень сильно, верна своему мужу, это значит, что его очень трудно убить. Практически невозможно. Тот, кто будет в него метиться, мушка будет плавать. Это серьёзно я вам говорю, потому что, ну, как бы вот эта вера, она, эта вера — это духовная вещь, связанная с Богом. Вера даже в человека, она, Бог даёт семью. И если женщина верит в мужа, значит, она верит Богу также. Понимаете? И это даёт возможность ей. И человек раз, он в окопе сидит, там ветер гудит в проводах, пули летят, свистят, тёмная ночь, и он знает, что он ещё жив, потому что его жена не спит, в кроватке тайком слезу оброняет и верит в него в это время. Понятна система? Что есть вещи, которые находятся выше нас. Осознанно мы это чувствуем, или наш опыт практически показывает, что я жив, потому что жена меня верит, или я осознанно знаю, откуда эта вера идёт. Но так или иначе, есть два способа жить. Один, всё это фигня, и как бы всё будет нормально, что ты тут нам мозги парит. Вот. Это один способ. Я крутой, как бы, всё нормально, я крутой. Вот. Когда крутизна закончилась, тогда обломали немножко. Тогда уже начинает репу чесать человек и думать, а может есть какие-то другие варианты. потому что даже вот этих боевых искусствах описываются два поведения воина. Один воин, как бы он верит в себя, он как бы в грудь себя стучит, говорит, я там, оскорбляет противника, львётся в бой, там, и я там, типа, что ты, давай, сейчас иди ко мне, я тебя сейчас убью. Вот. И второй вариант, смотрите, человек, он знает, что он не слишком крутой. Тоже такой же воин, тоже смелый, решительный, опытный, но он знает, что его, ну, не надо кичиться перед судьбой. И он спокойно себя ведёт. Смотрите, два варианта. Тот, который вот так вот, и когда чуть-чуть его ранят, чуть-чуть, когда человека ранили, силы тают сразу. Всё, силой уходит боль. Да? И дальше что? Так как он в себя верит, поэтому он будет из последних сил немедленно, так как силы тают, немедленно победить. То есть он потеряет контроль. Но тот человек, которого ранят, он верит не в себя, а верит в Бога, что Бог ему даёт силы. Он будет понимать, что Бог ему дал испытания зачем-то. Может быть, он хочет его лишить жизни, что бы ни произошло. Я верю, что это для меня сейчас самое лучшее. И он не беспокоится по поводу раны. И он продолжает спокойно сражаться. А что происходит с тем, кто рядом стоит, он это видит, когда тот раненый и сражается, как сражался. Ему становится страшно. Потому что это означает духовная или внутренняя победа, которую человек произвёл над собой. То же самый вариант. Мне дедушка рассказывал, как он жив остался. Они на машине ехали, на грузовике. И все сидели, воины сидели на бортике машины, грузовом. А он сидел внизу. И он был у них каким-то политруком, что ли, или кем-то ещё. И он говорит, садитесь ниже. Так нельзя сидеть. Надо защищать свою жизнь. И над ним посмеялись. И после этого прилетела бомба, взорвалась. И все, кто сидел сверху, они все погибли. Несколько человек, которые сели вниз, они остались живы. Ну, то есть, то же самое, там, тельняшки перед танком рвём, там, бежим, на танк стреляют. Ну, то есть, я сейчас привожу примеры нашей жизни. Это не то, что я про войнушку вам рассказываю. Понимаете? То есть, человек, который верит в себя, он всегда ва-банк идёт в жизни. Он как бы, он пытается своими силами, там, берёт большие кредиты сразу. Мы фирму сделаем, у нас всё будет классно. Потом, когда он не может с долгами расплачиваться, он хвост поджимает и кикает. И вот такая, знаете, жизнь, она никому не нужна по факту. Или я замуж выскакиваю. Мама, я его люблю. Это единственный аргумент. Всё. Ну, кого Бог дал, зачем, непонятно. Видите, мы думаем, я должна быть счастливой. Вот это неосознанная, бессознательная позиция. Я должен быть счастливым в этом мире. Да? Нет, не факт. Священные Писания говорят другое. Что мы должны сдавать экзамены в этом мире. Если мы не сдаём, мы будем несчастными. Если сдаём, будем счастливыми. когда ребёнок рождается, он думает, что он для счастья рождён. Родители тоже думают, для счастья нет, ничего подобного. Человек рождается для сдачи экзаменов. В древней культуре было два понятия веста и невеста. Веста — это та, которая проходит образование, как жить в семье, а невеста — это та, которая прошла образование, может, уже замуж уходить. Когда невеста шла замуж, она плакала. А веста, когда плакала, шла замуж, она улыбалась. Знаете, почему? В чём разница? Потому что, когда невеста шла замуж, она знала, что она идёт нести свой крест, что дальше будут испытания. а когда невеста шла замуж, она... То есть, мы балдеем сначала, да? Познакомились, балдеем. Потом начнётся, весело очень будет. Ламбада такая будет классная, как из бразильского телесериала, да? Ну, то есть, идея в чём заключается? Стоит в том, что нужно образование. Нужно понять, что происходит в этом мире. Почему я живу? Зачем? Оказывается, мы сдаём здесь экзамены. Смотрите, мы в муках рождаемся, в муках умираем. В течение жизни куча испытаний в любом возрасте. Зачем это всё надо? Если жизнь для счастья предназначена, не было бы всего этого. Мы бы родились так, пожили бы хорошо и раз на небушко так, крылышки бы выросли так, полетели бы. Почему-то не так всё происходит. Так, тема нашей беседы. Мы будем говорить с вами о радости совершенной. Радость совершенной не означает, что просто обрадовались, потому что у нас всё классно и будет классно дальше. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Всё ещё впереди, всё ещё впереди. Итак, изучаем Льва Толстого. Его книжка состоит из высказаний каких-то возвышенных людей или священных писаний. И я высказания немножко так сортировал, нашёл вот какие высказания, которые связаны с этой темой счастье или радость совершенная. И я как бы выбрал первым, о чём говорить, это удивительную личность Сан-Франциск или Святой Франциск, который был католиком. И он показал пример, удивительный пример жизни, святой жизни. Если хотите, просто интернет его именно наберите. и почитайте о нём. Однажды зимой Франциск шёл с братом Львом из Перузы по Рцан-Кюлю. Было холодно. Так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал брата Льва, который шёл впереди, и сказал ему, «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни». Запиши, однако, что не в этом радость совершенная. Видите, началась беседа о том, где радость сильнее, где счастье больше. И первое, видите, он сказал, «Дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример жизни святой, потому что сама по себе такая жизнь является радостью совершенной». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова